Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Воскресе воскресе! Не ужасайтесь, говорит ангел мироносец, пришедшим ко гробу. Не бойтесь, это я, говорит воскресший Христос апостол. Мужайтесь, я победил мир. Ободряет он их незадолго до своего распятия. Трудно преодолеть страх, но иногда бывает совершенно необходимо преодолевать его, иначе не останешься человеком или не останешься христианином. Если бы праведный Иосиф Аримафейский, о котором мы слышали сейчас, не осмелился бы, как пишет евангелист, прийти к Пилату и просить тела Христова для погребения, то разве стал бы он тем, в качестве кого почитает его церковь? Ничего другого мы о нем, по сути, и не знаем. А если что и знаем, то это скорее относится к области преданий. Зато вот этот его поступок, с одной стороны, такой незамысловатый, а с другой действительно мужественный, ибо ему было чего бояться, и этот поступок остался в Евангелии навсегда. Когда он осмелился, праведный Иосиф, и это стало в тот момент самым полным выражением и свидетельством его веры, верности и любви. Трудно преодолеть страх. Ведь этот страх сопровождает, как правило, человека, если не всю жизнь, а по крайней мере на протяжении большой части ее. Но промысел Божий ставит перед нами именно эту задачу – преодолеть. И по мере осуществления этой задачи – преодоления страха – человек и вырастает в меру своей человечности. Однако наряду с темной, парализующей и унижающей наше человеческое достоинство, боязнью, существует и светлый, святой страх. Даже уже не страх, а скорее благоговейный трепет, опасение огорчить любовь Божию своим несоответствием ей. Опасение огорчить Бога или близкого человека. Плоды этого святого страха – бесстрашие перед любой опасностью и даже перед самой смертью. А также вступление в совершенно особые отношения с Богом, в которых человек перестает уже быть рабом или наемником, той самой тварью дрожащей, о которой писал Достоевский, и становится Богу сыном или дочерью. Свидетель Иоанн Затауст признавался, что для него увидеть кроткий лик Господа Иисуса Христа с печалью, отворачивающейся от Него, было бы даже ужаснее вечных мук. Вот наглядное изображение этого светлого страха и отношения к Богу, как к Отцу. Верная и в желании верности пребывающая душа остается всегда в светлой настороженности. Она боится не узнать волю Божию или, зная ее, чем-либо изменить ей. Пишет уже в XX веке архиепископ Иоанн Шаховской. Вот еще одно изображение этого святого страха. Однако и для этого светлого и святого страха существует некая предельная черта, за которую он не должен простираться, за которой он теряет свою ценность. Как говорит святой апостол Иоанн Богослов, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мчение, боящийся несовершенен в любви». Эта удивительная по глубине новозаветная истина действительно открывает нам одну из тайн жизни во Христе. В самом деле, страх, какой бы он ни был, даже высокий и святой, все же говорит так или иначе о некоторой ущербности духовного состояния человеческой личности. В Царстве Божьем не будет страха. И для тех, кто еще здесь на земле сумел войти в Царствие Божие, сумел вместить его в себя, страха уже нет. По крайней мере, нет в той форме, в какой мы его знаем. Однако для таких, как мы, несовершенных и неочищенных еще людей, страх, страх Божий, о котором говорит Священное Писание Ветхого Завета, как о начале премудрости, остается необходим, как некий костырь. Будем опираться на Него в своей жизни. Помни слова псалмопевца, «Приедите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас». И будем надеяться, что по мере усвоения нами себе этого духовного сокровища, страха Божия, один страх, более низкий и даже примитивный, например, боязнь наказания или боязнь лишиться награды от Бога, будет передавать нас, как бы из рук в руки, другому страху, более высокому и чистому, пока тот, наконец, не передаст нас любви. Только бы не было в нас того трусливого человека угодия, страха перед людьми, страха человеческого мнения, который несовместим с достоинством христианина и далеко-далеко уводит человека от страха Божия. Святой апостол Павел говорит нам, «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...